Приветствую всех, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение Морутопия 2. Итак, в прошлой серии мы попытались сбежать из города вместе с Аглая Лилич, но у нас, конечно же, ничего не получилось. Аглая Лилич расстреляли, но перед этим она успела отправить трёх курьеров с приказами о расстреле многогранника. И у нас есть выбор, мы можем помочь этим курьерам доставить приказы, либо же помешать им. Сегодня мы как раз таки этим и займёмся. Но перед этим я предлагаю хорошенько выспаться. Курьеры они никуда не убегут, а вот поспать пару часиков — это то, что нужно. Итак, день одиннадцатый, в который Гаруспик ловит курьера. Господи, какое оригинальное название дня, но зато точное. Сегодня этим мы и будем заниматься. Но перед этим я предлагаю хорошенько подготовиться, потому что ловить курьеров — ну это непростая работа. Я не весёлый. Значит, из больнички пришёл? Я хотел бы расширить инвентарь. Последняя ячейка. Нужно использовать армейскую кожу, самую лучшую. И теперь у нас добавилось ещё 15 ячеек. В конце игры 15 ячеек. Зачем? Ну ладно. Может быть, кто-то любит собирать всё. Как я, например. Так, что ещё возьмём, друзья. Еду. Без еды — Гаруспик, не Гаруспик. Так, ещё нужно тинктуры сделать. Револьвер. Нет, наверное, не нужен. Нужны ногти. Стрекозий глаз. Надо будет его выпить уже, наконец. Так, сделаем тинктуры. А нет, не стой сделал. Ну ладно. Можно было сделать ещё на одну тинктуру побольше, но это уже не важно, друзья. Конец игры. Кому? Какая разница? Сколько у нас тинктур? Этого хватит. Более чем. Тверин, давайте выпьем. Так, стойнички. Детские тайнички. В них уже тоже смысла, по идее, нету. Только если записки почитать детей. А там они интересные, конечно, пишут. Всякое разное. Но это уже, если будет время. А его, наверное, не будет. Так, нам этого хватит. Давайте возьмём ещё мясо. На всякий случай. Как-то сомневаюсь, что мы сможем прокормить Горуспика. Ну вот и всё, я думаю. Можем отправляться дальше. Такс, ну херни. Бычок мой, где ты, товарищ? Хочу с тобой попрощаться. Споём на прощание. Ну херни. Ухерни. Эрет бай ногу. Стой. Что? Ашут хер. Хур. Хур? Да. Могила. Курган. Что? Что это значит? Бу алыш. Не убивай. Кого? Не подвёл ты меня? Байрлак ровный. Друзья, ну херни, товарищ. Заговорил. Эх, красавец какой, а. Самый страшный для меня день. Заговорил. Но, видимо, бычок тоже не хочет, чтобы мы убивали живую землю. Ну, оно и понятно. Это же чудо-бык. В конце концов, он бык. Он не хочет, чтобы убивали быков. Но тут он ещё сказал про какой-то курган. Может быть, что-то интересное есть на кургане? Не знаю. Посмотрим. Так, мясо. Вкуснейшее мясо. Какой-то жажда. Ну и что же. Аглая Лилич отправила в штаб курьеров с приказом снести многогранник. Добрались ли? Это стоит проверить. Значит, нам надо в штаб. Предлагаю поехать. Хватит уже ходить пешком. Будем ездить. Отлично. Никого, друзья. Вообще. Ни бандитов. Ни солдатов. Неужели город вымер уже окончательно? Там уже практически 14 тысяч человек умерло. Да. Просто город-призрак. Вольно, ребятки. Лайлист? Командование подразделением снова в руках генерала Блока. Лонгеновских здесь нет. Вопросы отставить. Это не обсуждается. В 10 отбываем. Это тоже не обсуждается. Так что вам? А здесь был курьер с бумагами. Трое к генералу прибыли. Не застали. Отправились вслед. А где он, генерал? Отправился восстанавливать порядок. У Лонгеновских было три заставы. Значит, может быть, на любой из трех. Значит, посыльные за ним отправились? Разделились? Вроде как. Три блокпоста было у Лонгеновских. Больше неизвестно ничего. Хорошо. Пойду искать. Как бы с мятежниками не вышло, в 10 часов состав отправляется. Отбываем. Таков приказ. Бомбардировку отменили? Это смотря кто одолеет. Нам не докладывают. Половина офицеров с этим проклятым городком хочет поквитаться. А генерал вроде как сказал, что без этого хочет обойтись. А может наоборот. Это уж как сложится. Но в 10 отбываем. Кое-куда выстрелить все-таки нужно. Ага, понятно. Значит, все-таки... Мятеж закончился. Генерал Блок победил. Военные отбывают в 10. Если приказ инквизитора будет у них, пальнут на прощание. Иначе вряд ли. Курьеры ищут генерала Блока. Он может быть в любом из оставшихся очагов мятежа. Ясненько. В фонде меня ждет награда. Серьезно? Я даже в больнице не работал. Там что-то для меня есть? Ммм, ничего себе. Однако. Возьмем. 12 патронов. Ух ты, нехорошая мне предчувствие. Так. А где... А где эта милая женщина с купонами? Она должна мне еще 3 купона. Сбежала. Ну ладно. Так. Курьеры тоже разбежались. Ох ты. В доме Лары. Хорошо. Пойдем поищем. Сегодня это, видимо, у нас единственный квест. Мужик, тут и так людей мало. А ты последних расстреливаешь. Уж такое-то. Отставить. А что у тебя? Ну ты очка. Не, не надо. Погодите-ка, а что мятежники делали в доме у Лары? Приют-то все-таки был непростой. Ха-ха. О-о-о. Ох ты. А я гляжу, тут весело было. А можно мне винтовочку? Вот эту прекрасную, хорошую. Никто ж меня не осудит. Лара, ты жива вообще там? Бакалавра. Даня все-таки вспомнил былые времена. Помнишь, как мы в первой части валили целый взвод солдат? Наконец-таки старый добрый Даня вернулся. Голова лопается. Надо бы отдохнуть. Похоже, все эти дни я шел именно к этому поступку. Мне приписывали всяческие злодейства, в которых я не был повинен. Говорили, что я занимаюсь мародерством в свободное от работы время. Говорили, что я по ночам хожу с револьвером по улицам и убиваю людей. Зря, что ли, наговаривали? Оставь, Айнон. Ты говоришь, будто не ходил и не занимался. Осуждаешь меня? А тебе не все ли, единое, Мшен? Знаем друг друга без года недели. У тебя кровь на руках. У меня тоже. Видишь, военные уезжают. Увозят свои проклятые пушки. Генералу нужно куда-то пальнуть напоследок, чтобы отчитаться властям. Приказ, мол, выполнен. По людям не хочет, а разрушить хоть что-то надо. Ошибаешься, Айнон. В армии раскол. Не будет приказа, не будет и выстрела. Вот и не будет. Но убивать человека. Я просил его добро, но он не отдавал. Фанатик. Интересно, чем она его так зарядила? Ну, она умеет убеждать людей. Ты здесь зачем? Бумаги где? А тебе они для чего понадобились? У меня свои планы на мой родной город. Пепел вон там, на полу. Видишь? Еле успел к твоему приходу. Хорошо, что сжег, а не съел. Ты же у нас хирург. С потрохами бы вынул. Зачем сжег? Смысл? А смысл такой. Не будет бумаг, не будет и канонады. Уверен, мятежники обречены. Солдаты чтут своего генерала. А блок-формалист не меньше, чем я. Без доказательств снаряды тратить не станет. И что же теперь будем делать? Эта башня, единственное, что есть ценного в этом месте. Возможно, весь ваш город затем и рос тут три сотни лет, чтобы на вершине этой навозной кучи в итоге вырос такой вот цветок. Три сотни лет, говоришь? Много больше. Считай, что несколько тысяч бойни были его головой с начала времен. Но бойни теперь стали его зловонным задом, а голова теперь у него другая. Ее-то и нужно сберечь. Друзья, теперь становится понятно, почему бык, он развернут в другую сторону, да? То есть бойни раньше тянули город в одну сторону, потом появился многогранник, и голова стала тянуть в другую сторону. То есть головы, они поменялись задом. Зачем? А я тебе сейчас честно объясню. Все объясню. Прямо как близкому человеку. Я тебе про тонатику свою рассказывал? Вроде бы ее прикрыло правительство. Не могу тебя посвятить в детали. На это сейчас нет времени. И вообще, нужно быть мной и прожить эти две кошмарных недели с моей головой на плечах, чтобы увидеть все, что я смог заметить, и понять то, что понял я. Просто верь. Без этой башни победа над смертью отодвигается на неопределенный срок. А значит, ее нужно сохранить, чтобы победить смерть? Именно так. Хм. Нет, вижу, что сам себе веришь, но меня ты не убедил. То есть это Бакалавр у нас убил посыльного. И сжег письмо. Молодец, Бакалавр. Люблю тебя. Ну ты, конечно, даешь. Бакалавр это, друзья, страшный человек. Лара. А где Лара? Может быть, это Лара в приступе ярости не смогла остановить генерала, но решила убить всех его солдат. Патроны даже есть. Ларочка. Я же отобрал у тебя револьвер. Неужели у тебя еще и дробовик остался? Лара. Кто возьмет на себя ответственность за нас? Это был отрезляющий опыт. Не правда ли? Какой еще опыт? Эпидемия это. Все эти 11 дней. А чего ты еще от людей ожидала? Жить не хочется дальше, медведь. Прям вот знаешь, совсем больше не хочу. Незачем. Считай, что это была прививка такая. Прививка это всегда болезненно. Лихорадит. Что прививали-то нам, медведь? Хм. А может, право на то, чтобы попробовать новое? Знаешь, еще вот что поняла. Не нужна я здесь никому. От меня никакого толку. Я теперь хорошо это вижу. Ничего у меня не выходит. За что не возьмусь, только хуже выходит. Или глупо, или вредно, или нелепо, или бесплодно. Никому я не нужна. Это пройдет у тебя. Пройдет. Ну дай обниму тебя. Обними. Вот так. Так-то лучше. Лара, ты нужна, нужна городу, нужна нам. Ну что ты в самом деле? Всю жизнь ищет, как помочь другим. А сама себе помочь не может. Ну зато обняли Лару. Может быть у нас что-то добудет с ней? Друзья. С инквизитором не получилось, но хоть с Ларой может быть. Что-нибудь добудет. Так, понятно. Курьеру конец. Надо искать следующего. Наверное, поедем на лодочке. Отправимся сюда. Я помню, был квест с курьерами в оригинальном море, но он не был особо интересным. Да и вообще он был про другое, конечно. Хотя там тоже нужно было вычислять определенным образом. Нет, он был по-своему интересен. Да, я вспомнил. Когда нам нужно было раздобыть документы. Нужно было отличить, помните, лживого от настоящего исполнителя. Да, там были свои определенные интересные моменты. Такс. Слава богу, лодочников никто не убивает. Они здесь самые, знаете, такие... Крутые ребята. Их никто не тронет. Они всем нужны. Так. Ну, радует то, что генерал-блок жив. Смог восстановить порядок в городе. Хотя, как сказать, порядок. Везде трупы. Слушайте, смотрите, как красиво тлеют. Я помню, был один патч в море. Трупы начали более красиво тлеть. Там было такое описание. Такс, а время, время, друзья, летит просто нереально быстро. Уже практически 12. В этом дне вообще нет времени ни на что. Нужно успевать делать все быстро и четко. Так, я уже вижу трупы. Самозванка. Серьезно. Сколько мертвых. Что здесь произошло? И где курьер? Одного из курьеров убил Донковский. Убил, чтобы спасти Многогранник. У него на то свои причины. Он не знает, как устроен мир. Но, может, Многогранник и правда должен жить. Да, для нас это, конечно, сложный выбор. Ничего не скажешь. Самозванка. Ну, ты даешь. Винтовочка. А я не могу взять винтовочку. Друзья. Кстати, вроде бы здесь можно было взять винтовку. Насколько я помню. В этом лагере. Как так-то? Почему я не могу взять винтовочку? Друзья, это несправедливо. Может, где-то в другом месте валяется? Нет. Хм. Очень странно. Посмотрите. Целый арсенал. Хм. Друзья. Это все очень подозрительно. На самом деле, я помню то, что можно было взять вот эту вот винтовку в этом лагере. Но теперь почему-то... А вот, друзья. Наконец-таки. Патроны для винтовки и винтовочка. Точная, дальнобойная, смертоносная. Хоть постреляем на конец игры. Хе-хе-хе. Один раз я уже держал такую в руках. Не хочу вспоминать тот день. Угу. То есть, Гаруспик, он все-таки был на войне. Замечательно. Оказывается, это не просто выбор. Он все-таки сражался на войне. Ну, ладно. Посмотрим. Чем-то мне анабиоз напоминает. Ну, там вообще было шикарно, конечно. Клара. Клара. Молодец, молись. Да у тебя... У тебя руки в крови все. Все-таки святая. Оружие на нее не действует. Ты зачем беднягу убила? Мои покровители отреклись от меня. Изгнали меня из дома. Но они за это поплатятся. Просто не нужно судить никого. Не нужно наказывать. Скажи еще, это было не я. Это было не я. Неужели, девочка смерть? Зачем ты так? Только не нужно никого за это судить и наказывать. Да? Да. И как же тебе удалось перебить такую гору солдат? Тут был бой. Солдаты генерала пришли к мятежникам. Сказали им сдать оружие. Мятежники стали стрелять. Видишь, все раны от пуль. Я шла следом за генералом. Услышала выстрелы. Пришла, пыталась лечить. Я умею лечить руками. Ты разве не знал? И многих ли вылечила? За эти 11 дней человек 300, наверное. Я не считала. Но сегодня я никого не сумела спасти. Слишком поздно пришла. Ты можешь спасти еще больше. У тебя же в руках панацея. Пока нет. Пока. Но ты же все узнал. Понял, как сделать лекарство. А понял ли? Мир совсем не такой, как я думал. А вдруг я по-прежнему что-то упускаю. Ты боишься? Расскажи. Поговори со мной. А я тогда и про себя все пойму. Я... Я не знаю, как сказать. Может, у тебя лучше получится. Ты продолжай только. Говори. Сам говори. И что будет? До правды дойдешь. Соврешь. До правды дойдешь? Так что ли? Сам ответь. А правда в том, что решение принимать придется. Хочу я этого или нет. Ты видел здесь курьера с бумагами? Это тот, что лежит в воде? Он не утонул. Его тоже убили пулей. А не то я могла бы... Что? В воде? Ну, значит, бумагам хана. Это важно? Что за бумаги? Ключ к орудиям. Аргумент твоему генералу. Чтобы выстрелил куда надо. Ты ведь уже знаешь, что делать. Ну, правда ведь, сам же знаешь. Ты уже сам все сказал. Пролью кровавые реки. Все, как и было предсказано. Все бурахи ломают кости. Роут ткани. Режут по-живому. Стал бурахом. Проливай кровавые реки. Ты сам все сказал. Сам все знаешь. Делай, что должен. Это и есть судьба. Только так и можно ее одолеть, наверное. Просто принять. Но понимаю, для чего это было нужно. Если бы ты не понял, ты стал бы ее рабом. А теперь, может, станешь хозяином. Потому что жизнь продолжается. И будущее будет. Ты еще сделаешь что-то. Сделаешь? Сделаю, да. И еще. Сейчас сюда придут люди. Если они тебя увидят, то будут стрелять. Не потому что плохие. Просто... Просто так вышло. Не трогай их, ладно? Я сама разберусь. Все будет хорошо. Никому не придется умирать. Если только ты уйдешь отсюда. Тихо и незаметно. И что ты с ними сделаешь? Книгу своему перескажешь? Нет уж. Придется тебя защищать. Они... Они такие из-за меня. Из-за меня. Но они меня не тронут. Пожалуйста. Если ты хоть немного мне веришь, просто уходи. Ты не сможешь с ними поговорить. Тут нет другого решения. Только спрятаться. Или убить. А зачем проливать еще кровь? Да, мне предстоит другое кровопролитие. Угу. Одного курьера убили в перестрелке. Снести многогранник. Пролить реки крови. Сварить панацию на всех. Это единственный способ подарить городу будущее. Интересно то, что самозванка, она нас не уговаривала. Принять свое решение, да? В отличие от бакалавра. Сказала то, что сам принимай, сам думай. Это твое решение. И какое бы ни было это решение, оно будет правильным. Если только мы понимаем, что делаем. А также она сказала то, что сюда сейчас придут солдаты. И, кстати, да. Друзья, лагерь сейчас окружают солдаты. И лучше нам спрятаться пока что. И посидеть тихонько-тихонько, как мышеньки. Конечно, у нас есть винтовка, но я сомневаюсь, что она нам поможет. Потому что солдаты, ну, они жесткие, ребята. Тоже с винтовками убьют нас с пару выстрелов. Так что, наверное, лучший способ сейчас просто отсидеться. И подождать солдат. Ага, вон, я вижу. Уже идут сюда. Сейчас мы тихонько-тихонько... Смотаемся. Тихонько-тихонько, как мышеньки. И все у нас будет... Хорошо. Главное, чтобы желудок от голода не урчал. Это у нас опять голод. Такс. Кушаем. Все. Ну что же, остается последний курьер на вокзале. Да. Туда мы не доплывем. Будет сбежать. Самозванка, значит, вылечила 300 человек. В три раза больше, чем мы так. Посмотрим. Конечно, больше всего в Новом море мне будет интересен сюжет самозванки. Потому что непонятно, что с ней происходит. И хотелось бы до конца разобраться. Кто же она такая? Но, как и в оригинале, она, видимо, очень предана генералу. И генерал ее тоже любит. Поэтому больше общения у нас будет в сюжете у самозванки с генералом. Потому что пока что генерал сказал нам пару фраз и все. И ушел. Точнее, его схватили, арестовали, либо что-то там с ним сделали. Понятно. На этом все и кончилось у нас. Эх, мужик. Уйдите отсюда. Мне надо пройти. Руки. Руки. А где же ручки? А где же мои ручки? Ладно. Такс. Бежим, 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 Гаруспик. Надо спасать город. Конечно же, друзья, хотелось бы показать оба финала. Я, наверное, постараюсь это сделать. Не знаю еще как. В одной серии, либо же в отдельных сериях. Но я настроен на то, чтобы спасти город. Все-таки мы столько старались, да, столько бегали. Спасали жителей. Спасали наших детей. Всех спасали. Поэтому мне хотелось бы, конечно, до конца спасти наш город. Поэтому придется, наверное, снести многогранник. Дождь закончился. Почему-то в этой местности он всегда заканчивается. Почему? Кто знает. Кстати, я хотел посмотреть еще Урхио. Вот бычок интересно говорил про курган. У нас есть курган Раги. Но там я проверял, ничего нет. Это в этот день. Может быть, он просто образно, что все станет курганом. То есть мертвым. Мертвым городом. Ну да, здесь ничего у нас нету на кургане. Ну ладно. Так, ну что же. Вижу солдатиков. Надеюсь, не мятежники. И вижу уже трупы. Кучу трупов. Опять здесь. Всех перебили. Офицер. Лоялист. Стоять. Стою. Руки покажи. Да вот они руки. Здоров я. Три шага назад. Кругом. И бегом марш. А блок где? Я с поручением. Вон камень. Вроде как птичий клюв. Бой туда ушел. Так, гражданский. Три шага назад от меня, я сказал. И по дуге. Марш по широкой. Это вороний камень. Не нервничай, хорошо? Все, все. Только не нервничай. Спокойно. Спокойно я сказал. Один курьер попал в перестрелку между солдатами и мятежниками. Возможно, сумею найти его по следам схватки. А, Рубин? Ты чего это, проснулся что ли? Ты больше не медведь, Бурых. Ну, старый добрый Рубин. Ты больше не медведь, Бурых. Пора взрослеть. А вот и ты. Славно, что удалось повидать тебя на прощание. Я уезжаю. Не поминай меня лихо, медведь. И куда же ты это собрался? На войну. Смерти ищешь? Может и так. Тогда я тебе предложу пожить еще немного. Выслушаешь? И что же ты мне скажешь? Иди ко мне в ученики. За три года я сделаю из тебя приличного врача. Закончу то, что начал отец. Ты настолько меня не уважаешь. Это твой долг. Как сам считаешь? Ты меня удивил. Хочешь подумать? А ты в самом деле занял его место. Место учителя, я имею ввиду. Ты нужен городу. И вообще, я не справлюсь один. Хорошо, я согласен. А теперь иди. Мне нужно дождаться офицера. До встречи, Стах. Ишь ты, на войну собрался. Ну, хоть и выспался человек. Хоть и надумал не то. Но мы смогли его отговорить. И теперь он хотя бы не поедет ни на какую войну. Ну, ладненько. Зато, друзья, Стах у нас жив, здоров. Значит, мы все сделали правильно. Еще в прошлый раз. И смогли спасти всех наших друзей. И всех наших приближенных. Ну, нет, опять дождь. No, no. Ладно. Чего уж тут. Последний день все-таки. Так, по следам крови сказали идти. Ну, я не вижу никаких трупов. Никаких следов крови, если честно. Все-таки болото. Но вижу дым. Так, что это у нас тут? Солдатики. Офицер, ну как? Удачная охота? Парни сидели, обедали. Вы тут расстреляли их. Курева есть? Опять. А слушай, тут гражданский приходил? С бумагами для генерала. Для генерала? Может, ты приходил. Генерал в городе. Там ищи. Где? Вон, к заводам отошли. Там и закончили вроде. Мало вас песчанка косит. Еще и друг друга стреляете. Оспота это песочная. Что, и в самом деле от мысли передается? Знаешь чего? Передается. Думай меньше. Целее будешь. Так понятно. И отсюда они уже убежали. Что ж такое-то? Один курьер попал в перестрелку между солдатами и мятежниками. Вроде бы вижу кого-то, кто может знать о его судьбе. Отошли к заводу. Ну да. Как бы сказать, не то, чтобы суперинтересный квест. Бегать вот так вот туда-сюда. За курьерами. Ну, сделан в принципе интересно. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Спокойно, спокойно. Пушки уже готовятся. Три часа, друзья. Хотя странно. Они вроде бы хотят наоборот уехать, не стреляя. Если мы не добудем приказы. Они как-то наоборот пушки разворачивают. Странно как-то. Так-с, я уже практически пришел. Погодите-ка. Не надо пока что никуда стрелять. Сейчас я все исправлю. Ох ты, ничего себе тут баррикады-то. Мужик, ты жив? Интересно. Что здесь вообще происходит? Ух ты. Всех расстреляли. А жителей-то обычных за что? Изверги. Э? А где тут такой милый бармен? Это кто? Люди-браги, что ли? В кости играют. Ха-ха-ха. Главарь. Ты кто такой? А вы кто такие? Генерал тут? Я генерал. Тебе на лоб упал. Вопрос слышал? Да врач я. Врач, говоришь? Бурах я, хирург. Слышал? Еще один бурах. Смешные вы, тушки. Ишь, бурахов-то развелось. Чего? Что ты сказал? Удивился. Ты сам-то понял, что ты сказал? Странный диалог. Чего хотите-то от меня? Пулю вытаскиваешь. О ножичках своих не волнуйся. Там все есть. От предтечи от твоего осталось. Дырку штопаешь. Ему лишняя дырка без надобности. Либо ты делаешь, либо тот клоун делает. Выживет наш корешок. Оба хромаете к своему генералу. Но не выживет. Тогда на ремни вас обоих. Он бурахом, значит, назывался? Жить, видно, очень хотел. Назвался? Пускай отдувается. Прямо как в первый день. Эх, Гриф, Гриф. А я-то тебя злодеем считал. Это кто это, Дэвэ? Это вон тот, что ли, бурах? Это я, бурах настоящий. Вы что? Они не дадут мне поговорить с курьером, пока не заштопаю раненого головореза. Ну или не заставлю их. Ясненько. Так, ну что же. Раненый. У меня мало опыта по обработке пулевых ранений. Здоровый смысл подсказывает, что в таких условиях излечить пулю и обработать рану почти невозможно. Но я знаю линии. Или думаю, что знаю их. Отлично. Эй, кто там? Держите его. Да покрепче. Пуля попала в живот. Худо. Скорее всего, он умрет. Раненый закутан в свитер и в несколько рубах. Под рубахами ситцевая ткань. Вероятно, он думал, что драпировка защитит его от заражения. Спирту сюда! Да не водки, а спирту! Есть! По виду рана не из легких. Хреновая, прямо скажем, рана. Похоже, винтовочная пуля попала в него рикошетом. Шанс все-таки есть, но небольшой. Ха, что делаем? Ну, дезинфицируем. Дезинфицируем рану спиртом. Пациент хрипит и заходится сухим рваным кашлем. Надрезаем края пулевого отверстия скальпелем. Похоже, что профиль раны удачный. Энергия пули была небольшой. Пробивное действие незначительное. Но рана загрязнена обрывками ткани. Да вырубите вы его нахер, чтоб не дергался! Что-то твердое там, внутри. Вытащить, чтобы это не было. Пуля. Это точно пуля. Она родимая. Да держите его за ноги там, в бога душу, мать! Готово. Дезинфекция, перевязка стерильными бинтами. Тут уже думать не на чем. Если выживет, пусть придет ко мне. Скажу ему пару слов. Друзья, операция прошла успешно. Просто вырубили пациента и все нормально. Выдернули там пулю. Заживет. Время поговорить с курьером. Так, ты что ли курьер? Артемий Бурах. Что? Похож. Ты, мать твою, кто такой? Я продолжаю тебя. Вот оно что. Понимаю. Ну, здравствуй, Артемий Бурах. Я новый актер. Твой, так сказать, продолжатель. Приемник. Нового нанимают, когда умер старый. Что, правила поменялись? Не разберешь теперь. Режиссер говорит, умывая, мол, руки. Делайте, что хотите. Стало быть, импровизируем? Я деньги вперед получил. Отрабатываю, как умею. Так стой, ты что, новый актер, что ли? Да не очень-то ты на меня похож. Деньги он получил. Интересно, а почему я бесплатно работаю? Ты не трогай меня, человек. Я тебе пригожусь. Я стою между тобой и смертью. Ведь я же тебя продолжаю. Это, конечно, довод. Я тебя продолжаю. Не трогай меня, человек. Я твое зеркало. Не убивай меня. Я тебе обеспечу бессмертие. Ты умрешь. Я продолжу тебя. И что ты надумал? Я заранее встал на твой путь, чтобы ниточка не оборвалась. Прошел по твоим стопам. Не был у воды. Говорил с самозванкой. Я видел туманных солдат. Кстати, а как с ними ты обошелся-то? Стрелял? Убежал? В общем, я же тебе не мешаю. А так я уже создал новую связь. Ты ведь любишь связи? Погоди-ка, ты уже и прошел все до этого? Моими путями? Хм. А ты умный. Интересно, друзья. То есть, если мы умираем и возвращаемся в театр, то умирает актер, а роль остается, и как бы Артемием Бурахом становится следующий герой. Так что ли? И какую же? Ты и я. Мы связаны. Мы оба живы. Оба играем одного человека. Одновременно. Значит, мы победили. Кому будет плохо от этого? Я кого-то играю? Бурах пробует его погубить, чтобы тот не отнес бумаги армейскому генералу. Я пытался его порешить. Не сумел. У меня другая задача. И что? Я курьера добить не успел. Видишь ли, руки у тебя слабые. Драться ты так и не научился. Вот я и страдаю. Ведь я продолжаю тебя. Не забыл? Ну, я тебя не осуждаю. Вряд ли врачам это нужно. Но если бы ты умел посильнее бить, не убежал бы сейчас никуда наш курьер. Меня продолжать не надо. Не надо меня замещать, раздваивать, расстраивать. Я единственный, кто носит имя и премия Артемия Бураха. Тебя здесь нет. Я Исидор Газар. Я иду путями Артемия Бураха. Изучая их и пытаясь честно им следовать. Это мой единственный интерес. Ну что, разбежались? Хорошо, я продолжу тебя. Пойду догоню курьера. Да, друзья, вот это странно. Режиссеры уже новых актеров нанимают. Что ж такое-то происходит? Один курьер еще где-то там, на улицах. Он истекает кровью. Черт, ну и как его теперь искать? Замечательно. Ну, налей мне хоть, братец. Выпьем с тобой. Может, и надумаю чего. А где Андрей вообще? Ладно, черт с вами. Видимо, все там уже нажрались и творят непонятную хинею. Шепот Бодхо. Тебя ждут. Тебя ждут. Говори, говори сейчас. Выполнишь ли ты свой долг? Кто вы, странные существа? Мы сделаны из земли. Мать Бодха кормит нас живой кровью. Сок смотрит на нас из глубины. И чего вы хотите? Битый Харан. Упше у нашего порога стоит. Большая утрата. Все, что осталось от нас, здесь, перед тобой. Чего вы боитесь? Тебе ее кровь нужна. Выпустишь кровь из земли. Мать Бодха умрет. Ты ведь этого хочешь? Болишь, болишь, буалыш. Без этой крови не обойтись. Придется принести эту жертву. Если погибнет она, мать Бодха, то погибнем и мы. Забалон, Бузарлха, больно, жалко. Нас осталось совсем немного. Смерть не страшна. Но разве не жалко тебе? Мне вас жалко. Жалко слабых и обреченных. Жалко, когда умирает последний тур на земле. Пожалей нас. Мне очень нужна эта кровь. Бихара, Эмшен осторожен. Кто осудит его? Но пожалей нас. Чего от меня хотите? Ты только нас пожалей, СГР. Не убивай нашу мать. А меня кто пожалеет? Значит, мы пришли проститься с тобой. Баиртай, Эмшен. Баиртай, СГР. Баиртай, Халпаун. Баиртай, Айелла. Баиртай, Хатанге. О, Шишта. Уходите. Друзья, ну блин, ну жалко. Жалко мне этих существ. Один курьер еще где-то в городе. Он истекает кровью. Если бумаги достигнут блока, живая земля навсегда погибнет. Со всеми ее чудесами. Все эти дни город нашептывал мне, куда идти. Но сейчас он молчит. Кажется, пришло время впервые подумать своей головой. Хатанге, друзья мои. Ну не могу я оставить город. Убить всех. Я должен выбрать. Должен кого-то спасти. Так голова у него поворачивается вообще. Друзья, действительно сложный выбор. Забураха. Убить все чудеса всех этих существ. Либо же спасти город. Да. Надо было всем детям уезжать отсюда. Ну и что теперь мы будем делать, друзья? Надо искать курьера. Думать впервые своей головой. Ха. Ну что ж. Далеко не пришлось ходить. Раненому курьеру был нужен хирург. Но я опять не успел. То есть он был в крови, он был ранен. И кому он пойдет? Конечно же к Бураху. То есть он бежал от Бураха, который его побил, к Бураху, чтобы тот его полечил. Понятно. Приказ инквизитора. Приказ о сносе многогранника, подписанный Аглай Лилич и заверенный инквизиторской печатью. Друзья, вот он. Вот он приказ инквизитора. О боже. Весь документ является собой непонятные ряды чисел. Хм. Интересно. А расшифровать никак нельзя? Может быть даже как-то можно. Может это какой-то кот. Ну что же. Если я отнесу штаб бумаги с приказом, пушки выстрелят. Снесут многогранник. Будет река крови. Будет панацея на весь город. А если сожгу бумаги или спрячу их до 10 часов, солдаты уедут без стрельбы. Живое не умрет. Чудеса не погибнут. Армия отбывает. В руках последняя копия инквизиторских документов. Выстрелят ли пушки. Срок до 10 часов. Да, друзья. Это, конечно, тяжелый выбор. Я думаю, даже надо сохраниться. То есть здесь мы должны принять решение. Какой у нас будет финал. Убить все чудеса этого города. Либо спасти этот город. Убив живую землю. Ну, конечно же, мы посмотрим на первый финал. Это спасение города. Так. Снова вы, жуткие детки. Ячмень. Ты подумай еще разок, как следует. Вы тут откуда? Всех детей увезли, как я понял. Кто захотел, тот остался. Твои, например. Давно проведывал их? Они еще живы. Дальше что? Башня всем была хороша. Кроме одного. Кто там жил, никак повзрослеть не мог. Оно, конечно, интересно. Но уже начинает надоедать немного. Повзрослеть, значит, хотите? Башня мешает. Искушение уж очень сильное. Если бы ее не было, нам бы, пожалуй, проще стало. А пока стоит, силы воли не хватает, чтобы отказаться. Так и торчишь ней сутками напролет. Ты бы сделал с этим что-нибудь. Соблазн убрать хотите? Ну что же, помогу. То есть даже вы против многогранника? Ха. Интересно. В оригинале вы хотели совсем другого. Как-то даже было интереснее, чтобы... Я теперь вы просто хотите повзрослеть, да? Ну что же, друзья. Ладно. Отправляемся в управу. Вези меня, червь. Вези меня в управу. Под конец игры как-то уж совсем мало диалогов становится. И вот, знаете, вот как-то даже порассуждать не о чем. Вот в оригинале как-то последние дни, я помню, ходишь. Вот просто от ней монологи читаешь, рассуждаешь, философствуешь. А здесь как бы уже, ну, все понятно, да? То есть обо всем поговорили. Выбор очевиден. Ну, точнее, не очевиден, а понятен. Скажем так, да. То есть что выбрать. И вот как-то даже, друзья, не знаю. Мыслей каких-то нету в голове. Как-то пусто. Немного. Вот следующая, друзья, серия. Финальная, заключительная. Потому что сегодня еще не конец. У нас есть 12 день. Да, там есть о чем поговорить, конечно. Но сегодня пока что вот такой вот итог. Надо просто принять какое-либо решение. Александр Блок, наконец-таки мы снова увиделись с тобой. Не слушай ее. Она тебе мозги запутривает. У тебя легкая рука, так? И тяжелое сердце, так? Нет. Надо наоборот. У нас важный разговор. Может быть, самый важный разговор в нашей жизни. Ты не мог бы не мешать нам. И о чем разговор? Мы говорим о войне. Что ты в этом смыслишь? О чем ты тут можешь ему рассказать? О войне. О преступных приказах. Об истории. О чести. О долге. О правде. Сейчас мы говорим о словах. Ты не мог по уйти. Так ты что, и в самом деле святая? Пожалуйста. Ты нам мешаешь. Уму непостижимо. О-ка, думайся. У нас осталось еще два дня. Послезавтра нужно принять решение. Это приказ властей. Блок, у нас уже нет времени. Нужно сегодня принимать. Даже если вы нашли источник сырья, уже поздно. Мы исполняем приказ и отбываем на фронт. Решение принято. Приказ можно исполнить лишь формально. Мне нужно указание точной цели за подписью чрезвычайного правительственного комиссара. Это даст нам законную лазейку пощадить город. Скажите спасибо вот этой девочке. Она ручается, что эпидемия не вырвется наружу. Я ей поверил. Как она может ручаться? Может. Я верю ей. Так вы поделал ко мне? Что она с вами сделала? Ушам своим не верю. Вы всерьез полагаете, что я буду с вами это обсуждать? Доложите ваше дело. И побыстрее. Я от Инквизитора. Вы принесли распоряжение о цели бомбардировки и сопровождающие документы. Так? Обоснования и доказательства за подписью комиссара тоже? Да. Благодарю. Вы свободны. Когда судьба у тебя на закорках сидит, какая уж тут свобода. Бурах? Стойте. Все уже сделано. Что еще? Отправляйтесь с нами. Нам нужен опытный медик. Возьмите Донковского. Ага. Сейчас на войну я поеду. Сейчас по этому многограннику выстрелят. Выбор сделан. У Дурк это живые люди. Я выбрал их. Песчаная язва уйдет навсегда. Ну как-то, друзья, ну, ну, такое как бы... Вспоминаешь, как было круто в оригинале, когда был совет между генералом, между всеми героями, между инквизитором и хозяйкой. Как-то вот это было очень классно, прямо. А здесь... Суховатенько, друзья, как-то суховатенько. И дождь прекратился. Но, тем не менее, выбор сделан. Вот и конец. Остается только посмотреть на итог нашего выбора. И все. Вези меня, червь. Вези к многограннику. Вот и все. Конец великому чуду. Конец живой земле. Конец чудесам. Боже, а чьи это отпечатки пальцев-то? Многогранника больше нет. Из земли сочится кровь. Осталось только набрать ее. Да побольше. Обалдеть. Целые реки крови. Сбылось предсказание самозванки. Мы пролили целые реки крови. День двенадцатый, в который гаснет свет. Попутчик. Мы снова с тобой вместе едем. В поезде. Ну что ж, друзья. На сегодня мы заканчиваем нашу серию. Следующая серия будет последний. У нас двенадцатый день. Который будет интересным, надеюсь. И мы поговорим со всеми персонажами этой игры. А на этом все. Всем огромное спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии. Всем пока.